Вы слушаете SBS Russian. С 2004 года Сенат передал в Комитет по иностранным делам, обороне и торговле расследование помощи Австралии Украине. Целью расследования было, цитата, «определить способы, с помощью которых Австралия может усовершенствовать свою поддержку и поддержать Украину в борьбе с российским вторжением, работая вместе с международными партнерами». В ходе расследования было получено 230 заявок от государственного и частного сектора, граждан и общественных организаций. Также были проведены три публичных слушания в Канбере и Мельбурне. В сентябре 2024 года Комитет представил отчет, в котором изложены 22 рекомендации для правительства. Хотя Комитет обозначил, что среди заявок также были высказаны аргументы против помощи Австралии Украине, в отчете говорилось, что подавляющее большинство заявителей признали необходимость поддержки Украины. Среди названных причин были растущие угрозы, которые представляют для Австралии тоталитарные режимы, и угрозы стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. В отчете Комитета подтверждаются причины безоговорочного стремления помочь Украине и дается ряд рекомендаций, направленных на уточнение австралийской поддержки, говорится в отчете. Там уточняется, что большинство заявителей призвали к увеличению масштабов и амбиций австралийской помощи Украине, чтобы лучше отразить положение Австралии как 12-й по величине экономики в мире. По данным Кириллского института мировой экономики, австралийская помощь Украине составляет менее 0,05% от ее ВВП. Среди стран, не являющихся членами НАТО, Австралия занимает четвертое место по величине помощи Украине после Японии, Швейцарии и Австрии. Комитет рекомендовал правительству Австралии увеличить как военную, так и гуманитарную помощь и, цитата, «взять на себя обязательства по комплексному пакету, включая многолетнюю устойчивую поддержку». Комитет призвал правительство предоставить Украине больше новой, а также снятой с использования военной техники. Ранее в этом году Австралия отклонила просьбу Украины о пожертвовании своего списанного парка вертолетов Тайпан. Ссылаясь на соображение безопасности, правительство Австралии демонтировало оборудование и захоронило его. Описывая некоторые из этих упущенных возможностей, комитет рекомендовал принять позицию по умолчанию, что такой материал впредь будет передаваться Украине, если только не будет убедительных аргументов против этого для отдельного актива. В комитете добавили, что правительство должно оперативно реагировать на забросы украинского правительства о конкретном оборудовании и признать, что украинские власти, цитата, «находятся в лучшем положении, чтобы решить, может ли оборудование быть эффективно использовано на поле боя». Комитет также пришел к выводу, что правительство Австралии должно поддержать снятие ограничений на способность Украины наносить удары по военным целям внутри России. Комитет установил, что у австралийского правительства нет единого задокументированного плана или стратегического подхода к помощи Украине. Свидетели из департамента премьер-министра и кабинета министров признали на слушаниях, что у австралийского правительства нет консолидированного списка решений. Также было признано, что департаменты реагировали, когда правительство решало сделать объявление относительно нового пакета помощи, и время от времени принимался ряд отдельных решений. В отчете рекомендуется создать централизованную систему для оптимизации помощи и вновь открыть австралийское посольство в Киеве. В пример приводится пример австралийского пожарного волонтера, который обратился в Ассоциацию украинцев штата Виктория. Он разработал респираторные защитные маски и хотел передать их украинским войскам, которые часто носят банданы. Однако, как объяснялось в докладе, он с трудом нашел контактное лицо в федеральном правительстве. Комитет рекомендовал австралийскому правительству назначить генерального координатора, который будет ключевым контактным лицом и возглавит координацию между правительственными агентствами. Комитет заявил в своем отчете, что оказание экономического и политического давления на Россию является одним из способов поддержки Украины. По данным Хельсинского центра исследований в области энергетики и чистого воздуха, Австралия входит в число стран, которые продолжают импортировать нефтепродукты, полученные из российской сырой нефти в третьих странах. По данным аналитического центра, в первой половине 2024 года Австралия импортировала более 1,4 млн тонн очищенных нефтепродуктов как минимум с трех нефтеперерабатывающих заводов в Индии и Китае, которые используют российскую сырую нефть. Сенатский комитет задал вопрос Министерству иностранных дел и торговли о том, пересматривает ли правительство свой подход к санкциям, отметив, цитата, что Россия смогла выделить более 3,5 млрд долларов на свои военные нужды за счет экспорта нефти. Департамент не ответил конкретно на вопрос об очищенной российской нефти, но заявил, что санкции Австралии регулярно пересматриваются. В отчете комитет рекомендовал правительству Австралии улучшить отслеживание нефтепродуктов, произведенных из российской сырой нефти, и применять автономные санкции по мере необходимости. В документе также рекомендуется, чтобы австралийское правительство публично признало роль, которую Китай, Иран и Северная Корея играют в поддержке России в ее вторжении в Украину. В ряде заявок комитету было сказано, что перевод российских замороженных активов в Украину станет еще одним способом помочь Украине без прямых затрат для австралийских налогоплательщиков. В отчете цитируется заявление Джона Ричардсона, приглашенного научного сотрудника Центра европейских исследований Австралийского национального университета. По словам Ричардсона, российские активы на сумму около 9 млрд долларов заморожены в Австралии. Представители организации «Бизнес Нью Саут Уэллс» в своем заявлении подчеркнули, что эти активы должны быть направлены в области срочной необходимости, определенной украинским правительством. Комитет рекомендовал в своем отчете, чтобы австралийское правительство определило активы, которые подлежат санкциям, и оценило законодательные изменения, необходимые для передачи этих активов в Украину. Комитет указал на роль, которую правительство Австралии играет в противодействии дезинформации вокруг войны в Украине. Комитет сослался на несколько заявлений, в которых обсуждалась растущая проблема российской пропаганды и ее влияние на общество в Австралии. В отчете цитируется заявление профессора Питера Дина, директора по внешней политике и обороне в Центре исследований США, который описал российскую пропаганду в Австралии как «попытку подорвать общественную поддержку помощи Украине с помощью ложных заявлений о причинах войны». Также цитируется заявление Австралийской Федерации украинских организаций, в котором говорится, что российская пропаганда в Австралии набирает обороты. В нескольких заявлениях обсуждалось наличие каналов в Телеграме, которыми управляют сторонники России в Австралии и распространяющие российскую пропаганду. По данным комитета, отчеты и заявления по этим каналам власти Австралии пропускают мимо ушей. Отвечая на вопросы комитета, представитель Министерства внутренних дел заявил, что ему известно о целом ряде различных компаний по дезинформации и что оно координирует действия всех национальных разведывательных служб для противодействия этой деятельности. Очевидно, что Россия не привлекается к ответственности за распространение пропаганды, делает вывод комитет в своем отчете. Комитет считает, что правительство Австралии должно предпринять конкретные шаги для ограничения влияния дезинформации на публичные дебаты по войне в Украине. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.